Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас снова в прекрасном городе, очень-очень красивом, очень самобытном. Я искренне рекомендую посетить всем, у кого появится такая возможность. Это Басано-дель-Грапа. Я уже снимала стрит-стайл отсюда, и сегодня будет очень красивый стрит-стайл. И хочу сразу сказать, что я уточнила и проверила свою информацию. Меня обвинили в том, что я плохо готовлюсь к своим видео. Город Басано-дель-Грапа. И название горы Грапа не имеет никакого отношения к названию напитка Грапа. Хотя Грапа в этом регионе производится, и, насколько я смогла понять, достаточно неплохая. Сама не пробовала, потому что, ну, просто в жизни ни разу не пробовала Грапу. Но помимо знаменитого напитка, этот город на самом деле известен также производством керамики. Очень-очень много небольших производств, которые производят качественную, красивую, самобытную керамику. Но поскольку основной тематикой моего канала являются все-таки не путешествия, а стрит-стайл, приглашаю вас снова посмотреть на то, как одеваются в провинции. Опять же, мне было написано, я на провинции. Провинция – это нечто другое в нашем понимании, потому что это административная единица. А в то время, когда я говорю, как одеваются в провинции, я, конечно же, имею в виду наш синоним «деревня». То есть мы удалены от центра, мы удалены от каких-то крупных магазинов. В этом городе нет масс-маркета. И именно в этом контексте звучит фраза «провинциальный стрит-стайл». То есть люди одеваются, люди живут достаточно далеко от крупного города, которым является, конечно же, ближайшая Веченция и ближайшая Падуя. В этом городе, конечно же, помимо местных жителей, очень много туристов, очень много итальянцев, которые приехали посмотреть на этот красивый город. Действительно, очень красивый город. Но, повторюсь, все-таки целью моих видео о стрит-стайле является как раз-таки стрит-стайл. То есть я снимаю просто хорошо одетых людей, классно одетых людей. Прежде всего для того, чтобы у тех, кто смотрит эти видео, могли возникнуть собственные идеи, собственные идеи по компоновке уже имеющихся вещей в гардеробе. Потому что я всегда говорю, что одеваться красиво, стильно, классно, модно – это достаточно просто. Главное – не бояться использовать свою фантазию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Обе девушки, на мой взгляд, очень хорошо одеты. Здесь и пальто, и пальто в клетку, и белые брюки. Но обратите внимание на бежевый свитер, как он заправлен. Обратите внимание также на наличие ремня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что ж, без сомнения, героем этого стритстайла также является пальто. Пальто бежевое, пальто в клетку, что особенно радует. Раньше такие пальто было вообще сложно найти. Давайте посмотрим на витрины, на провинциальные витрины. Как мы видим, немногим отличаются провинциальные витрины. Кстати, очень часто провинциальные витрины Оформлены гораздо-гораздо более старательно и более интересно, чем в крупных городах. Основной акцент в том, что касается оформления витрин, Снова на красивое сочетание цветов. Опять мы видим обувь анималистичного принта. И с этой витриной все было достаточно интересно. Я подошла к ней, чуть-чуть глянула, рассмотрела и стала снимать. Прежде всего для того, чтобы набрать информацию, набрать материала к видео об обуви китайского производства. Потом увидела, какие цены на этой витрине. Конечно же, это обувь итальянского производства. Но я думаю, что очень многие согласятся со мной, что внешне эта обувь мало чем отличается от той витрины, где я показывала обувь, где ее стоимость не превышала 100 евро. Очень часто меня спрашивают, Яна, как вы отличаете местных жителей от неместных жителей? Все очень просто. Местные жители любого города, любого города, в котором я оказываюсь, конечно же, как турист, одеты несколько легче и несколько, ну, более элегантно, более красиво, как бы там ни было. Прежде всего потому, что они выходят на краткосрочную прогулку. Они выходят, возможно, на 30-40 минут. Именно этим отличаются подаванцы и подаванки, которых я часто снимаю. Они действительно либо обуты не по погоде, либо очень и очень легко одеты, чего не могут себе позволить люди, которые приезжают на осмотр города. И, соответственно, это подразумевает какую-то длительную, очень часто многочасовую прогулку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Позволю себе заметить, что в образе этой девушки самая главная шапка. Если бы не шапка с помпоном, весь образ смотрелся бы скучно и достаточно обыденно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, дорогие зрители, на этом я с вами хочу попрощаться и пожелать всем хорошего настроения, хорошего дня, поймать свою фэшн-волну, потому что, думаю, если вы смотрите это видео, это, скорее всего, означает, что вам нравится красиво одеваться. Желаю находиться на фэшн-волне как можно дольше, прежде всего, если этого хочется. Мы же увидимся с вами очень-очень скоро, будем искать вдохновение, будем смотреть на красиво одетых людей. Я с вами на этом прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.